ОК, вперёд! Здравствуйте. Алексей, то, что вы рассказали, это очень интересно. В то время как раз-таки многие восхищались Сталином, в том числе вице-президент времён Рузвельта. Если бы Трумэн его вовремя не заменил бы, то кто знает, где был бы сейчас наш Израиль. И вообще бы история пошла бы по другому родству. А вот это всё было интересно, но всё это было далеко-далеко в прошлом. А вот ныне, что творится вокруг нас, вот и Хиллари с Усурановыми, этими сделками, и ещё многие-многие вот эти события, которые происходят у нас в стране. Как-то всё это подковёрно вскрывается, а почему-то все бегают за Трампом, которого никаких связей оказалось нет. Почему вскрывается то, что происходит вокруг демократической партии и так тщательно проявляется с Трампом? Почему это всё происходит? Спасибо. Окей, прекрасный вопрос. Кстати, я помню неделю назад один радиослушатель задал мне вопрос, что становится известно, что конгрессмен Юнис просит разведовать названных конкретно людей, он называет, которые были в заговоре против Трампа. И человек спросил меня, считай, думаю ли я, что нынешний министр юстиции Вильям Барр даст этому ход. И я проявил себя как пессимист. Я сказал, что хорошо бы, что это случилось, но это не случится. Но вот, дамы и господа, и спасибо большое за ваш вопрос. Сегодняшнее выступление Уильяма Барра, министра юстиции, ну его называют ещё генеральным прокурором, я его называю по традиции министром юстиции, он выступал сегодня в Сенате, я не помню перед какой группой людей он выступал, но он сказал, кстати, вот у меня перед глазами лежит текст, который я вывел, отвечая на вопрос сенатора-республиканца Джерри Моргана, что он думает по поводу расследования спионажа за избирательной компанией Трампа, Барр сказал, I think spying on a political campaign is a big deal. Он сразу же дал понять, что этим занимается министерство юстиции. После этого его ответа сенаторша-демократка Дженин Шахин, она, по-моему, из Нью-Гэмпшира, она спросила конкретный вопрос, верите ли вы, господин министр, что спионаж случился, имеется в виду спионаж за компанией Трампа? На что Трамп ответил, yes, I think spying did occur. Окей, значит, он тут же дал понять, что министерство юстиции собирается этим заниматься. Более того, на конкретный вопрос, что же он ждет, министр ответил, что в данный момент генеральный инспектор министерства юстиции занимается всем, что связано с началом расследования Трампа, как будто бы он сотрудничал колюжен с Россией. Барр сказал, министр сказал, что он ожидает доклад от генерального инспектора в конце мая, в начале июня. Я думаю, дамы и господа, на мой взгляд, что нас ждут интересные события. И вот что еще интересно. Сегодня же Трамп, видимо, уже знал показания Бара в Сенате, а может быть не знал. Трамп впервые сказал, что он был мишенью заговора. Из расследования Мюллера была попыткой, он так сказал, attempted coup, попыткой заговора. Окей, когда это сказал уже президент, он сказал об этом открыто, совершенно его уже цитируют, передо мной находится уже сообщение, снятое, сообщение газеты The Washington Post. Таким образом, эти вопросы начнут обсуждаться не только на редакционной статье Opposite Editorial Wall Street Journal, не только в передачах Fox News, не только у Раша Лимбо, Марка Левина и Хеннити. Этот вопрос начнет обсуждаться уже широкой прессой. Я думаю, я надеюсь, неделю назад я звучал как пессимист. Сейчас я звучу как оптимист. Я надеюсь, что со временем будет назначен генеральный прокурор, независимый прокурор, прошу прощения, special прокурор, подобно господину Мюллеру. И этот прокурор займется расследованием заговора против избирательной кампании Трампа, а потом и после президента Трампа. Я думаю, нас ждут интересные события. Большое спасибо за вопрос. Спасибо, Алексей. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Алексей. А вот скажите, не думаете ли вы, что вот эта вся кампания, постоянно ведущаяся против Трампа, направляется из какого-то одного центра и четко регулируется? И этот центр, это не верхушка демократов в Фенате или в Конгрессе? Окей, вопрос очень хороший. Значит, если мы с вами слушаем Рася Лимбо хотя бы время от времени, мы с вами должны знать, я считаю, что это уже факт, это выходит за рамки предположения, что еще до того, как Дональд Трамп был избран президентом и, может быть, даже до того, как он стал кандидатом республиканской партии в президенты, уже стал созревать заговор, который координировали ЦРУ. Причем это абсолютное безобразие, если ЦРУ, его тогдашний директор был в этом замешан, потому что ЦРУ имеет право заниматься только тем, что происходит за границей, внутренними делами занимается ФБА. Так вот, в этом заговоре участвовали руководители силовых структур, которые сначала делали все возможное, чтобы Трамп не стал кандидатом в президенты, за тем, чтобы он не стал президентом. А когда он стал президентом, стали копать под него, что он был в сговоре с путинским режимом. Это, безусловно, заговор. Более того, Раш Лимбо считает, что Мюллер, когда Мюллер приступил к деятельности в мае 2017 года, он уже знал, что никакого колюжин, никакого сговора нет. Я не могу это утверждать со стопроцентной уверенностью, даже слушая Раш Лимбо, но я это тоже подозревал и подозревал с самого начала. И вот почему. Мюллер приступил к деятельности в мае 2017 года. До мая 2017 года, только после избрания Трампа, прошло уже сколько? Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, полгода. Если бы был хоть один факт, хоть один факт, колюжин, сговор от избирательной кампании Трампа с Россией, то этот бы факт был слит в средства массовой информации немедленно. Поскольку и до мая 2017 года никаких фактов не было известно, то мы можем предположать, что и Мюллер догадывался, что это нет. И логичен вопрос, почему он включился. Потому что Мюллер, Трамп, правильно, по-моему, сказал, попытка заговора, расследование Мюллера, он такой же высокопоставленный в прошлом эвбяишник, как и его приятели. Он погружен в это Вашингтонское болото. Когда болото трубило, трубило о сговоре, кстати, опять-таки, трубили все, кроме журналистские издания, Вашингтон-Пост, Нью-Йорк-Таймс, Чикагские газеты, Лос-Анджелесские, телеканалы за исключением Fox News, значит, люди начинали уже мало-помалу верить, что действительно, если говорят, что сговор был, значит, сговор был. И Мюллер оставалось только выяснить, каким образом этот сговор происходил. Мюллер член этого Вашингтонского болота, и когда ему поручили этим делом заниматься, он просто не мог отказаться. Тот факт, что в свою команду Мюллер набрал только демократов, более того, половина демократов, которых он набрал, жертвовали деньги в избирательную кампанию Хиллари Клинтон. Это свидетельствует только об одном, что они хотели копать какую угодно грязь, только чтобы хоть что-то найти. Когда в конце концов им стало ясно, что найти они ничего не могут, лавочку пришлось прикрыть. Но опять-таки, если мы сегодня процитируем, опять-таки, демократик, сенатор Нью-Грэмшера, Жанин Сенин, спрашивает, вы, спрашивает генерального прокурора министра юстиции, вы что действительно верите, что был спионаж в избирательной кампании Трампа? То есть эта женщина, как и 90% других демократов, они черпают свою информацию исключительно из демократических источников связи. Они читают Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, они смотрят, не знаю, СНН, они уверены, был сговор, они до сих пор в этом уверены, поэтому сейчас начинается, а, Мюнер не все копал. Повторю еще раз, я надеюсь, я искренне надеюсь, что будет действительно назначен специальный прокурор для расследования всей этой грязи. Более того, этому прокурору предстоит выяснить, каким образом избирательная кампания Клинтон, Национальный комитет демократической партии оплачивали создание русского досье, то есть против Трампа досье, то есть фактически не Трамп, колюжен, был в сговоре с Россией, а Национальный комитет демократической партии и избирательная команда Хиллари Клинтон. Мне хочется верить, я искренне верю, что это будет раскопано. Нас ждут интересные события. Спасибо большое, Алексей. Следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. У меня короткая реплика только. По поводу заявления Бара я уже знал сегодня. Как в России принято, говорят, как сейчас принято там, оборотни в погонах. Так вот это то, что оборотни в погонах только ходят гражданства. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Да, да они этого и не скрывали. Я помню момент, когда Хиллари Клинтон, стоя на сцене с микрофоном в руках, на весь зал объявила, я сделаю все, чтобы превратить президентство Трампа в пепел. Абсолютные ее слова, точные. Спасибо. Спасибо вам большое. Алексей, прошу вас. Я не помню, но я вам верю на слово. Прошу вас. Алексей. Я не помню то, что Хиллари это делала. Так говорила. Более того, Хиллари в одних из дебаток с Трампом уже сказала, что Трамп пользуется русскими и российскими источниками, дав понять, что Трамп в сговоре с Россией или Россия в сговоре с Трампом. Она это сказала, потому что она знала, что ее избирательная кампания и Национальный комитет демократической партии уже копают факты, копают грязь на Трампа. Поэтому она это и сказала. Сегодня об этом можно говорить совершенно открыто. Она сказала об этом, потому что она знала, что происходит за сценой, за стороны. Причем самое интересное, Алексей, вот если действительно подумать туда ближе к тому времени, когда проходила предвыборная кампания и потом уже номинация Трампа, насколько Трамп прочувствовал тот факт, что за ним ведется слежка, в смысле записывают его разговоры, за ним следят. Причем он этого не знал, но насколько у человека чутье, которое он... Над ним все смеялись тогда, что у него какая-то манечка, что он вообще даже не понимает, о чем он говорит. И вот посмотрите, насколько это все оказалось правдой. Более того, ведь ФБР пыталась внедрить агентов в избирательную кампанию Трампа. Пыталась известные имена, кто должен был быть этими агентами. Ой, грязи, масса, масса. Ужас. Ну, у нас все люди горят, давайте попробуем все-таки ответить. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Уважаемый Алексей, скажите, пожалуйста, вот я слушала, не помню я кого слушала с российской стороны, может быть это была Юлия Латынина, но в общем этот человек сказал, что Кириенко создал очень успешную компанию «Росатом», современную, приносящую доходы. Обратите даже внимание на сделку этой компании с Хиллари Клинтон. То есть, о продаже Хиллари 20% урана в России знают и гордятся этим. Почему? С нашей стороны этим никто не заинтересован. Никто не интересуется, вы не правы. Есть книжка, которая называется «Кэш Клинтон Кэш». Там об этой сделке с ураном просто-напросто написано. Иное дело. Легко было на расследовательских органах ни ФБР, ни полиция. Никто этим не интересуется. Самое главное, что этим не интересуется 90% средств массовой информации. Об этой книжке знают люди, которые смотрят Fox News, которые читают редакционную и opposite editorial страницу в Wall Street Journal, которые слушают консервативное радио. Но это единицы. 90% американцев понятия не имеют о существовании этой книги. Понятия не имеют. И о сделке, которая обогатила Клинтона. Алло. Добрый день. Добрый день. А я вот, например, знаю, что Украина очень вмешивалась, президентские за Хиллари стояла. И помогали олигархи, деньгами и всеми возможными путями все это делали. Причем почти открыто. Ну, на эту тему уже тоже, опять-таки, если вы читаете Wall Street Journal, на эту тему уже есть статьи. Более того, выясняется с Украиной интересные детали, связанные с вице-президентом, с бывшим президентом Джо Байденом. Оказывается, его сын, у него были бизнес-дела на Украине, не только на Украине. Он, кстати, не был зарегистрирован как иностранный агент. Почему-то. И более того, когда, когда бывший министр юриспруденции Украины, я не помню фамилии, занялся делами компании, с которой был связан сын Байдена, то вице-президент в то время Байден сказал президенту, потребовал у президента Порошенко, президента Украины, чтобы этот министр юстиции был отправлен в отставку. Причем Байден ему сказал, что если он не будет отправлен в отставку, то Украина не получит очередной заем Соединенных Штатов. И этот министр юстиции был тут же отправлен в отставку. Сейчас вот в последние дни, в последние пару, не дней, а 2-3 недели, все это всплывает наружу. И поэтому ставится вопрос, решится ли Джо Байден выйти, стать, вступить в президентскую гонку. Потому что одно дело, когда его обвиняют, что он не так обнимал женщин, как следовало обнимать, это одна ситуация. Вторая ситуация, если выясняется, что он помогал своему сыну, который не был зарегистрирован иностранный агент, вести дела на Украине, не только на Украине, в частности в Китайской Народной Республике, и при этом оказывал давление на правительство Украины с тем, чтобы заменили министров юстиции. Если Байден вступит в избирательную кампанию, в гонку, то об этом будут говорить не только консервативные радиоголоса, об этом будут говорить нынешние демократы, соперники Джо Байдена, поэтому вопрос, вступит ли Джо Байден в президентскую гонку. Спасибо большое за участие в передаче. Спасибо, Алексей. Вы знаете, я вам скажу, вот это вот сейчас ситуация, где против Байдена может выступить не только республиканская партия, но и свои же демократы, я вам скажу честно, меня, то есть, если бы я был Джо Байден, меня бы это пугало намного больше, чем факт вмешательства республиканской партии, потому что все-таки республиканская партия как-то пытается все делать белыми перчатками. Его утопят демократы. Да, 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 причем утопят... Он должен стать кандидатом демократической партии, он не станет кандидатом демократической партии, если он вступит в гонку, его утопят однопартий. Абсолютно, причем, они его утопят, зная, как они поступили с Трампом, что они могут и умеют, для него это будет удар, который, я не знаю, ли он сможет пережить. Давайте... А какой удар? Он мультимиллионер, Толя. Нет, ну, я имею ввиду политический удар, не финансовый. Да какой политический, Толя, ну, человеку сколько там лет, 90 или 100? Какой? Ну, не будет политики, он мультимиллионер, прекрасно существует, но не будет он президента. Алексей, ну, давайте будем говорить так, он же не ради спортивного интереса прется в кандидаты. ради чего, Толя? Ради того, чтобы, потому что у него на его послужном списке нет дезигнации президента, поэтому он туда и прется. какой президент сейчас по счету? А сколько тебе хотело быть президентами? Ну, да, не, ну, вот он считает, видите, ему все дуют в его, я прошу прощения, задний проход, о том, что он у них кандидат номер один. Вот он и пытается. Они уже не дуют. Берни Сандерс не дует. Ну, Берни Сандерс не дует, а средства массовой информации демократов продолжают. Это калифорнийская черная сенаторша не дует. И они не хотят, чтобы он вступил. Они не хотят, но средства массовой информации его просто подстегивают. Как только он вступит, средства массовой информации, которым он не нужен, поскольку он старый белый мужчина, я имею ввиду демократические средства массовой информации, все эти Нью-Йорк Таймс, Фрэнк, Тонпост, они будут его топить, так как они топили и хотят топить Трампа. Конечно. Им он не нужен. Так самое интересное, я с вами не спорю по поводу того, что они его будут топить. Я просто вам пытаюсь высказать свое мнение по поводу того, зачем ему это нужно. Он прется именно потому, что вот у него, в его амбициях... Толя, если бы он читал книжки, он не читает, если бы он был болельщиком, он не болельщик, если бы он был алкоголиком, он... Он... Ему делать нечего, он пропадает от скуки. Скуки, понимаете? Ему чем-то следует заняться. Вот он решил заняться президентством. Ну вот, 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 вот. Вот вам ответ. Вы сами себе отвечаете на вопрос, зачем он это делает. Просто другой разговор. Он не будет кандидатом, если он вступит в гонку. Я с вами согласен, Алексей. Я с вами не спорю. Конечно же, он не будет. Его никто туда не допустит. Со всей вот этой сворой леворадикалов, конечно же, его никто туда не допустит. А он тоже леворадикал. Он такая же сволочь, как и они. Если вы помните обсуждение Кларенса Томаса в 91-м году, как он себя вел, он был председателем юридического комитета Сената. Кларенс Томас в своей автобиографии сказал, что он хуже, чем Куклус Клановец. Он обыкновенная сволочь. Что бы он о себе ни говорил сегодня. Это, во-первых. А во-вторых, все его извинения перед Анитой Хилл за то, что произошло там этих 30 лет, 20 лет тому назад, само по себе уже подтверждает, насколько это скотина, которая так и не понял, что то, что они творили тогда, оно просто не прошло. Слава Богу, что оно не прошло. Но посчитал нужным извиниться вообще непонятно из-за чего и из-за чем. Но это их дела. Алексей, ваше заключающее слово, как всегда, прошу вас. Заключительное слово следующее, дамы и господа. Моя следующая передача через неделю будет называться таким образом «Дрессированные евреи демократической партии». Ну, помните, мы называли «Дрессированных евреев», которые организовали антисионистский комитет в 83-м году. Я уже был здесь, когда они организовали советские «Дрессированные евреи». Ну, у нас в Америке тоже есть «Дрессированные евреи», и их гораздо больше, чем в России. Вот об этом я буду говорить. И я прощаюсь с вами, дамы и господа, до следующего, до следующей середы. Всего хорошего. Будьте, будьте здоровы. Спасибо вам огромное, Алексей. Мы вам желаем, как всегда, здоровья и интересных передач впереди. Спасибо вам большое. Будьте здоровы.